Здоровеньки булы мои парагузи. Многие из вас буквально под каждым из моих видео оставляли просьбу сделать обзор на парагон и собственно вот он. Ситуация с вашими просьбами полностью аналогично тому что было с моим обзором peladins. Парагон тоже полностью бесплатно, вы без проблем могли и сами заценить игру, но видимо помимо этого вам интересно услышать что о ней думаю именно я. Прежде чем мы приступим я должен сделать довольно важное объявление. Я завел отдельный сервер в дискорде специально для вас. Там мы можем строить собственное игровое комьюнити, общаться удобнее чем где-либо еще и что самое главное находить игроков для совместных игр. Среди каналов я уже создал категории для овервотч, peladins, fortnite, rainbow six, hots, lol и собственно парагон игра которой посвящен этот обзор. Вне зависимости от того как я к ней отношусь, в дискорде вы всегда сможете найти с кем поиграть. Ну а мое отношение к игре довольно неоднозначное и по мере обзора она вам может показаться и вовсе негативным, но я бы советовал вам досмотреть обзор до конца. Игра уже два года в состоянии бета-теста, в 2018 наконец планируется ее полноценный релиз, я немного играл и в старую версию, играю теперь и в новую и вижу как позитивные изменения так и старые добрые проблемы. Но давайте обо всем по порядку. Что же такое парагон? Все очень просто, это бесплатная моба с видом от третьего лица. То есть буквально все привычные атрибуты жанра здесь имеются в полном объеме, только камера летает не над всем полем боя, а закреплена за плечом вашего персонажа. Что до привычных атрибутов, то повторюсь все как всегда или почти как всегда. Перед матчем команды поочередно выбирают желаемых персонажей, а попав на карту разбредаются по трем доступным линиям или джунглям. В матче побеждает та команда, которой первой удалось разрушить ядро врага, к которому ведут упомянутые ранее линии. Ну и пошло-поехало. На линиях бродят свои и вражеские боты, или как их еще называют миньоны или крипы. Также на линиях расположены защитные башни, в джунглях имеются боссы с мощными бафами, а персонажи по мере сражения накапливают голду, опыт и собственно наращивают руки базуки или брюки Кайлоры Нуки. То есть за голду героям можно покупать шматье, а благодаря левелапам улучшать их обилки. Шмотки здесь заменены на карточки, но сути дело это не меняет. По сути это самый обычный закуп и его механику я раскрывать не буду, все предельно просто и привычно. Давайте вместо этого обратим внимание на то, что непривычно для жанра, пускай и не ново. Как я уже говорил, камера в игре закоплена позади вашего персонажа с видом от третьего лица. Вы вольны целиться куда угодно и в связи с этим игра выдвигает чуть более высокие требования к вашей точности по сравнению с другими мобо играми. Все таки стрелять в трехмерном пространстве это не то же самое, что стрелять на плоской карте привычных игр жанра. Как и в других моба, обычная стрельба здесь серьезно ограничена в дальности, так как это не шутер. Ведется она в большинстве своим projectile, тогда как среди обилок и ультимативок можно найти уже хитскан. Для тех кто не понимает что это такое, я быстренько объясню. Projectile снаряду требуется некоторое время, чтобы долететь до цели, а хитскан наоборот, поражает цель мгновенно. Вот и получается, что projectile попадать по цели сложнее чем хитсканом, поэтому игра и требует мало-мальский скил, собственно, прицельно стрелять. Кому стрелять не по душе, от того в игре ждет целая толпа персонажей ближнего боя, которых в сумме с дальним можно насчитать уже 37 душ, если роботом конечно снятся электроовцы. В 2018 в игре появится еще 7 новых персов, и вот что я заметил судя по тем, что уже имеется в игре. Во-первых, все старые и все новые персонажи, которых добавят в будущем, изначально бесплатно открыты для игрока. Для их разблокировки вам не нужно ничего фармить или донатить или еще чего. Во-вторых, ни один из них не озвучен. Все герои молча вступают в бой, молча ультуют и в общем все делают молча. С другой стороны, в планах на 2018 год разработчики указали глобальную озвучку, но об их планах мы поговорим отдельно. В-третьих, 90% скинов героев это ленивый река лор. У некоторых персонажей по сей день в принципе нет чего, кроме разных расцветок одного и того же скина. В-четвертых, класс саппортов у игры немного странный. Это не катастрофа конечно, но из 37 персов такими вот классическими саппортами, можно назвать от силы 3-4 героя. При этом базовая хилища и обилка вроде как есть только у одного из них. Ну и в-пятых, только с сентября 2017 в игру стали добавлять лор. Точнее не в саму игру, а для игры. Найти его можно только в новостях на официальном сайте, найдя нужный фильтр через анус кастрированного верблюда. В общем непросто. Зато подача лора наоборот получилась довольно простой. Его преподносят в качестве небольших текстовых рассказов на 10 минут чтения, которых за полгода собралось аж три штучки. Это конечно же очень мало и зачем их так глубоко прятать от комьюнити для меня осталось загадкой. Вообще я не имею ничего против формата рассказов, бюджеты у всех разные и не каждый может себе позволить клепать короткометражки и комиксы по играм как это делает Blizzard. Но как мне кажется, производство короткометражки явно дороже короткого рассказа и тут видимо сказываются размеры и бюджеты компании и финансовая успешность игры. В целом как бы странно это не звучало, но я бы хотел, чтобы Парагон разрабатывала Blizzard. Я не фанбой, но так или иначе все что я у них пробовал, даже с учетом всех косяков и багов, по прошествии времени я могу назвать качественным продуктом. По крайней мере технически и по большей мере в сравнении с таким вот как Парагон. Это пожалуй для меня самые главные моменты, которые вызывают недоумение в игре, которая уже два года в открытом бета-тесте. Ее оптимизация и русский перевод. В этом плане Парагону до знака качества еще далековато. Например, она просто-напросто периодически крэшится, вот с такой ошибкой или чем-то подобным. По сравнению с тем когда я играл год назад, такие ошибки стали появляться намного реже, но появляются они до сих пор, при том что и комп у меня сейчас другой и я не единственный игрок с такой проблемой. Кроме того вопросы вызывает работа игры даже на сравнительно мощных компьютерах. Сейчас я играю работаю уже на ноутбуке, его технические характеристики вы видите сейчас на экране и кроме того вы видите как Парагон иногда позволяет себе проскакивать фпс, отчего прицельный огонь во время игры очень сильно страдает. Хотя, если быть до конца откровенным, то когда у меня не включена видеозапись, игра работает намного лучше и такие просадки становятся куда более редкими. Но все равно, редко но метко, Парагон может себе позволить зависнуть на добрых несколько секунд, за время которых в самой игре сбываются худшие из кошмаров. Ну а из кошмаров попроще, я бы назвал проблемную работу приглашений в группу. По сей день инвайты либо не приходят, либо приходят через некоторое время, либо через некоторое время приходит уведомление о невозможности принять инвайт, либо игра вообще не видит вашего друга онлайн, либо после добавления в группу вы в принципе не сможете начать матч пока не перезапустите игру. Опять таки повторюсь, эта проблема не прям уж ежедневная, но так или иначе она периодически всплывает и собственно эта проблема была и в старой версии игры. Кроме того в игре бывает зависает интерфейс, показывает кучу всякой ересей, существенно ограничивая угол обзора и пропадает только тогда когда тебя завалят и ты успеешь нажать нужную кнопку во время воскрешения на базе. И прежде чем мы перейдем к моим впечатлениям от новой версии и обещаниям разработчиков, я пожалуй становлюсь на другой, на этот раз новой проблеме, которой кажется раньше не было. Речь о русской локализации. Мало того, что она порой не влазит в рамки интерфейса, что в принципе не сильно критично, мало того, что некоторые персонажи довольно спорно переведены, например английский твин в русской стал дуплет, так эта локализация еще умудряется не соответствовать сама себе. Например, в джунглях игры есть босс в виде динозавров. На английском он назван Fang Tools, тогда как на русском он то ли раптор, то ли когтизуб. Когда этот динозавр скоро появится на карте, игра дает уведомление, якобы речь идет о каком-то рапторе. Но когда вы собираетесь дать своей команде приказ, чтобы атаковать этого босса, в диалоговом окне нет никакого раптора, вместо него есть когтизуб. После первых пары матчей к этому конечно привыкаешь, но в том и фишка, что к этому по-хорошему не нужно привыкать. Игра просто по умолчанию не должна путать игрока. Такой путаницы в тексте русской версии хватает, но куда запутанней у игры получилось меню коммуникации с командой. И тут уж никакой текст не поможет. Если я не ошибаюсь, это меню коммуникации уже давно не менялось, и назвать его удобным я до сих пор не могу, и я до сих пор так и не запомнил что и где находится. Нажав нужную клавишу, вы должны курсором бегать по веткам дерева команд, чтобы рано или поздно найти именно ту, которая вам нужна, так как войса у игры нет. И я уверяю вас, начиная играть в парагон, пройдет не один десяток матчей, прежде чем вы по ходу дела запомните что и где находится. Проще включить тренировку и натурально выучить это дерево на память, если вы конечно планируете отдавать сколько-нибудь полезной команды вашим союзникам. Что до планов разработчиков, то они хоть и не наполеоновские, но среди них есть довольно ключевые вещи. Во-первых, как я уже говорил, в 2018 будет 7 новых героев, тогда как в 2017 было 12 новых. Лично я считаю, что смена приоритета с новых героев на другие аспекты игры это верное решение. Во-вторых, в 2018 якобы планируется наконец-то полноценный релиз. Точную дату не называют, но судя по новостям на официальном сайте, к релизу мы близки как никогда. В-третьих, видимо, в связи с релизом у игры наконец появится рейтинговый режим. Возможно он уже и есть для каких-то избранных, но лично для меня в меню игры доступно только два режима. PvP против игроков и PvE против ботов. В-четвертых, у игры скоро будет новая система подбора противников, которая сейчас успешно заканчивает тестировать Battle Royale Fortnite. Будем надеяться, что она пойдет игре на пользу, потому что на данный момент в драфте складывается регулярная картина, когда у одной команды героя до 10 уровня, а у другой в районе 20. Что до прочих важных функций, то как я уже говорил, игру ждет полная озвучка персонажей, новые системы адаптации и обучения, добавление системы кланов, куча новых шмоток и естественно ивентов. Но это все у игры в будущем, тогда как в текущем состоянии Paragon кажется довольно неоднозначным и кроме того все еще сырым. Скажем так, бывают такие игры, которые хочется ругать и больше о них не вспоминать. А бывают такие, которые ты вроде бы и ругаешь, но они тебе нравятся и ругаешь ты их потому, что они явно заслуживают быть лучше. Так вот Paragon для меня именно такая игра. Концептуально она мне нравится, но технически, эстетически и геймплейно у нее хватает недостатков, с которыми пока что приходится мириться. Среди всего, что вы видите сейчас на экране, лично для меня ключевыми являются моменты с матчмейкингом, оптимизацией и разнообразием скинов персонажей. Про баланс игры я намеренно за весь обзор не обронил ни слова, потому что с покон веков в любой онлайн игре баланс это самый спорный вопрос. Paragon в этом плане не исключение, но от себя добавлю, что баланс в игре есть, он не может не есть, но к нему безусловно надо приспосабливаться. И несмотря на количество минусов, игра мне больше нравится, чем не нравится и на основе бета-теста старой и новой версии разница действительно ощутима и ощутима в лучшую сторону. Взять хотя бы то, что средняя продолжительность матча сократилась на 10 минут, общее количество багов и вылетов стало тоже менее заметным и в итоге картина получается не такая печальная, но все равно довольно ленивая. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, не забудьте тыснуть подобайку. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео и делитесь ими со своими друзьями. С вами на связи был Дима Науменко. Чао.